Итак, сегодня мне понадобится вот такая кахенуровская пастель. Она у меня, кстати, пока я ее разворачивала, сломалась. Мне понадобится какао для поднятия боевого духа. И вот такой держатель для пастели. Я даже, кстати, попробовала ее заточить. Но, честно скажу, результатом я осталась не особо довольна. Так что буду также использовать мел и древесный уголь для создания эскиза, для создания вспомогательного рисунка. Ну, что я хочу сказать. На самом деле пастель оказалась не такой уж прям ужасной, как я думала. И если бы у меня была вторая жизнь, возможно, я бы даже ее посвятила пастели. Может быть, когда я выйду на пенсию, и у меня будет больше времени. Надеюсь, у меня останется здоровье какое-никакое. Возможно, тогда я вернусь к этому материалу. Сейчас мне, конечно, он не особо актуален, потому что я не смогу это сканировать. А мне нужно регулярно сканировать, потому что я же работаю со стоками. И просто я понимаю то, что я всей вот этой крошащейся пастелью засру себе весь сканер. Мне его нужно будет постоянно протирать. Нет, спасибо, не надо мне такого счастья. Но я понимаю, что есть всякие фиксаторы. Но все равно от трения вот с этим сканером будет крошиться по-любому. И еще один момент. На пастельной бумаге, когда рисуешь, действительно меньше смазывается работа, когда ты соприкасаешься рукой с поверхностью бумаги. В общем, в любом случае, я очень рада, что попробовала наконец-то. Такой у меня положительный опыт, очень такой приятный материал, надо сказать. И что особенно здорово, то, что с помощью пастели удается создать такие очень какие-то мягкие переходы, мягкие объекты, прям пушистые. И в данной конкретной работе, когда я рисовала волка, это было вообще как нельзя актуально. Он получился таким достаточно мохнатым. Я, конечно, это все делала быстро, получилось несколько грубовато, но тем не менее.